Добрый вечер! Меня зовут Евгения Порошина. Я психолог, коуч, также руководитель, преподаватель в Европейской школе коучинга. Сегодня коротко поговорим о том, что такое аполлоновское сознание и дионисийское сознание. Либо, простыми словами, это логическое сознание, логический способ восприятия мира и также мифологический способ восприятия мира образами. Представим слона, либо мы можем его разделить на части и описать его словами. Это логический способ, причинно-следственный, линейный и так далее. То есть это левополушарный способ восприятия действительности, либо если мы, слона, представим целостно, образно, сроченно, можно так сказать, тогда мы используем правополушарное мышление, восприятие сознания. Оно чувственное, сплавленное, сроченное. В чём суть? Когда к нам приходит клиент, важно смотреть, какой способ восприятия мира, способ символизации опыта преобладает у человека. То есть символизировать, описывать опыт мы можем с помощью слов, то есть логически, либо с помощью образов. Это более чувственное восприятие. Мы смотрим, что у человека преобладает. На первом этапе мы подстраиваемся под клиента, то есть также символизируем опыт, как и клиент. Например, клиент больше говорит словами, значит, мы тоже словами. И второй этап, если мы видим перекос, мы тогда добавляем новый способ восприятия, чтобы был баланс. Как говорил Юнг, да, во всём должен быть баланс, не должно быть перекосов. То есть Аполлон, это почему называется Аполлоновское сознание, да? Это от имени Бога Аполлона. Это Бог Солнца, то есть символ сознания, ясности. А Дионис — это Бог растительности, виноделия, сил природы, вдохновения. Ну и в честь них можно также так называть наше мышление. И вот сначала считалось, что мифологическое сознание, вот оно первично, да, но уже с развитием науки преобладает Аполлоновское мышление, то есть сознание, ясность, логика. И сейчас есть тенденция к объединению. Подумайте об этом. Какой у вас преобладает способ символизации опыта? Словесный, либо образами вы больше описываете свой опыт, символизируете. То есть важно баланс, важно использовать и то, и то, если коротко. Внизу будет ссылка на курс, который стартует с 1 апреля по типологии личности по Йонгу. Также я объединила этот курс. Кто пойдет в платную программу, будет 8 лекций по тому, как создавать упражнения, как трансформировать свой личный миф и как работать со снами, если коротко. Также внизу будет ссылка на школу Кристины Кудрявцевой. Я сейчас сама у нее прохожу полгода пока обучение. Это у нас третий модуль. Два месяца длится по символам, по личному мифу и так далее. Посмотрите, если вам больше у Кристины понравится. Также рекомендую. Вот. Так, основное сказала. Другие видео тоже буду записывать. Про мифы, ритуалы. И также будет внизу ссылка на статью. На днях напишу и добавлю. Можете читать. Также заходите на сайт, изучайте. Другие есть полезные статьи уже написаны. Пользуйтесь, применяйте. И если есть вопросы, задавайте. И также желаю соблюдать этот баланс, чтобы у нас присутствовали и слова, и образы. Всем хорошего вечера.